Девушки отдыхают В эфире это Бундеслига. Сегодня Тортпанская Баруси сыграет против Гамбурга. На стадионе сегодня замечательная атмосфера, болельщики здорово подготовились и я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретное сказать сейчас вряд ли представляется возможным, но я думаю, что команды хорошо готовы, изучили друг друга и нас сегодня порадуют. Дортпанская Баруси вышла на поле в следующем составе. Центр поля предельно насыщенный. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперников. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Три нападающих. Игра началась. Смотрим. Дилени. Дурган Азарт. Есть штрафной адреса. И навес нужен. Можно забивать. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. А лучше в начале, наверное, и мечтать не могли. А вот соперников теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Давайте еще раз посмотрим на пол. Конечно, удивительно, что ему столько времени позволило находиться в штрафной с мячом. Неудивительно, что все закончилось с полом. У нас есть возможность посмотреть на этот пол с другого ракурса. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Пошире они играют. Мяч на фланге. Довольно много внимания к нему было перед сегодняшним матчем. И причины тому слухи, которые упорно говорят о том, что закончит он свою игровую карьеру после окончания этого сезона. Конечно, на фоне таких новостей другие меркнут. Конечно же, не хотелось бы, чтобы такие слухи подтвердились. Но все-таки футбольный век довольно короток. А у по-настоящему классных игроков он и того короче. Так что единственный совет, который я могу дать, это смотреть и запомнить его игру сейчас. Итак, угловой. Пошла подача. И будет аут. Делений. Отличный чистый окон. Похоже, у нас есть новости из параллельного матча. Передаем слово нашему корреспонденту. Еще один гол был забит у нас. Он на счету игрока Баварии. Счет теперь 1-1. А сыграно у нас всего 15 минут. Спасибо за информацию. Как всегда, самые оперативные новости у нашего корреспондента. Хороший пас получился. Играет в пас команда. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Отличная была возможность для результативной атаки. Но арбитр поднял сложок и зафиксировал положение вне игры. Ниже он опускается, чтобы мяч получить. Эрлинг Холланд. Отличная возможность забить. И пробеял. Очень хороша Барусия сегодня в атаке. Теперь разница в счете в два мяча в их площадке. Повтор гола нам показывает очень хорошо. У него получилось обыграть защиту. Ну что, короче, мы увидели гол. Красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл Игрохол. Он взял инициативу на себя. И, как мы видим, не прокадал. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Отлично они мяч держат. Роман Бюрхи справляется с этим ударом. Тут ничего опасного. Теряет Барусия мяч. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Есть время и пространство для навеса. Есть удар. Хороший удар. Чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил. Бил слету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ в ворот. Торган Азар. Эрлинг Холланд. Торган Азар. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Томас Дилейни. Юлиан Брант. Мяч сыграно. По мнению Лайцмена, вне игры находился нападающий. Но не знаю, мне так не показалось. Арбитр на бровке поднимает флажок и фиксирует положение вне игры. Из-за боковой мяч будут вводить. Дилейни. Юлиан Брант. Но вне игры оказывается атакующая игрок. Тащит вперед мяч. Можно отыграть один мяч. Хорошо, он пас отдал. И вот удар. Есть хэп-трик. Прекрасная игра. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли. Перед тем, как забить. А забить уже было просто. Два в одного они вышли и спокойно раскатались. А вот еще один повтор. На этот раз другого раку. Невероятно начали они матч, конечно. По сути, второй тайм превращается в пустую формальность. Мяч у них на чужой половине. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Можно играть дальше, считает орбитер. Тут контратака может получиться. Полкоманда обыграл. Ничего себе. Шикарное спасение. Казалось бы, 100% гол. А нет. Великолепная реакция вратаря. Как он вытащил. Судя добавляется одну минуту. Ну что же, часто говорят, что счет 3-0 к перерыву свидетельствует о том, что игра завершена. Но придется еще играть целый тайм. Продолжается наш матч второй тайм. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Будет штрафную подавать. Защитник тут ничего не смог сделать. Штрафную подача. Не просто всегда играть головой. И сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть. Но удар у него совсем не получился. Есть адрес у этой передачи. Поднимает флажок. Боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок. Залез в офсаль. Отличная была возможность для результативной атаки. Но арбитр поднял флажок. И зафиксировал положение вне игры. Пересек мяч в боковую линию. Грамотный пас. Все по делу. Проиграл этот эпизод игрок. Ошибается он. Но дальше решать нужно. Очень хорошо защитник в этой ситуации разобрался. Дилене. Теряю, да не мяч. Юлиан Бранд. Аут будет. На замену решился тренер. Юлиан Бранд. И подача туда, в сторону ворот. И это пенальти. И это шанс увеличить разрыв счета. Это шанс выиграть матч. Да, такой фолл под конец матча может снять все вопросы о победителе этой игры. И это безусловно пенальти. Но карточку судья почему-то не показывает. Да, странное дело. Забыл ее что ли где-то? Готов тренер замену сделать. И забивает он с пенальти. Хорошее исполнение пенальти. Он продемонстрировал. Пробил точно в тех угол. Братарьев с такими точными ударами очень-очень сложно справиться. Довольно тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Отлично он мяч закрывает. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывание. С фланга он врывается. Защита в ударе. Вот это да! Что творит Бюрке? Просто феноменальная игра. С такого близкого расстояния он тащит удар. Пошла подача. Как отлично он действует и выручает свою команду. Потрясающее спасение ворот. Буквально с ленточки вынесли мяч. Чудом, чудо мяч не оказался в сетке. Юлиан Брандт продолжает идти вперед. На дальнюю штангу навес. Четко и просто вратарь играет. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. И будет аут сейчас. Плохая игра в обороне. Преимущество у атакующей команды сейчас. В игрока мяч попадает. Классный отбор. Можно играть. Вот. Навязывают ему борьбу. Как хорошо он увидел партнера. С мячом торгал назад. Ну и пробить надо. Игра головой и мяч уходит за боковую. Эрлинг Холланд. У нас сейчас будет включение с параллельного матча. Похоже, там что-то интересное произошло. Да, я подключаюсь к трансляции с новостью о голе. Он на счету игрока Баварии. Счет теперь 2-1. 80 минут сыграно в матче. Спасибо за включение. Обязательно сообщай нам о важных событиях и дальше. Вот так Покат делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Замена поля покидает. Один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что. Ведь на нем сегодня держалась вся... Перекладина! Не будет гола по спинате. Не смог он все-таки справиться с волнением. А может просто хотел забить красиво. В общем, зря так пробил. Не удалось им сегодня навязать борьбу. Жаль, матч прошел с подавляющим преимуществом одной из команд. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хорошо атака развивается. Судья дает продолжить игру. Хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Можно навес сделать здесь. Уходит мяч и будет угловой. Самое скопление игроков угловой поры. Медленно затухло, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Тут контратака может получиться. Потерян мяч. И теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Мяч у них на чужой половине. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ну вот и все. Финальный свисток. Еще по итогам прошлого тура команда стала чемпионом, как мы знаем. Ну а теперь то, ради чего все здесь собрались на этом стадионе. Церемония награждения начнется. Этот день игроки и болельщики команды запомнят надолго. Они это заслужили. И посмотрите, какая красивая история. Какая радость болельщиков и игроков. Прекрасный день для этих ребят. Время награждения сейчас будет вручен кубок. Это один из тех моментов, ради которых они и играют. Возможность прикоснуться к этому кубку. Редактор субтитров А.Семкин Ну конечно, нужно поблагодарить и зрителей, которые сегодня пришли на стадион, в том числе ради церемонии награждения. Да, на трибунах сегодня, разумеется, яблоку негде упасть, а билеты перепродавались в три дрога. Не каждый день команда становится чемпионом, и не каждый день выпадает удача оказаться на трибунах, увидеть все своими глазами и ощутить себя частью этого триумфа. Команда в полном составе на поле, и все готово к памятной чемпионской фотографии. Это история клуба, которая творится у нас на глазах. Это фото будут разматривать будущие поколения игроков, а эта победа поведет их к новым успехам.